В минувшие выходные в авангарде чуть не растопили лед. Три дня не утихали жаркие хоккейные баталии. Ночная лига объединила любителей настоящего мужского спорта. В этот раз своим мастерством и удачей померились команды поселков Мужи, Ярсале и сборная Лабытнанги. Подробности дружеской встречи в репортаже Светланы Кель. Что может быть лучше большого хоккея? Любительский хоккей. Ледовая арена ночной лиги объединила людей разных профессий. Пожарные, водители, учителя, пловцы и шахматисты. Эти мужчины не мыслят жизни без спортивного азарта на льду. Это скорость, это движение, это постоянный спорт, это активный отдых. Мне кажется, это самый лучший отдых. Мы единственная команда поселок, которая принимает участие в ночной хоккейной лиге и играет с городскими командами. У нас нет таких условий, как у вас. У нас естественный лед, у нас и холодно, и 20 градусов, и 15 мороза. Все играют, поэтому я думаю, что все-таки у нас больше наша сила в характере и сплоченности. Цель, конечно, в спорте всегда победить, но у нас есть игроки такие, какие еще не первый раз вообще выехали. На большой лед даже увидят, у нас же там чуть-чуть каток поменьше. Но победить мы будем стараться. Единственное, что чуть-чуть состав усечен, не всех отпустили. Команда «Арктика» Ямальского района – темная лошадка хоккейного турнира. Лабытнанские легионеры первыми приняли вызов игры. Стартовая пятиминутка прошла в борьбе за инициативу. Желание идти в бой наблюдалось у гостей. А вот опасные моменты чаще исходили от хозяев арены. Тем не менее, первая шайба прилетела в Лабытнанские ворота. Мы хозяев обескуражили, хорошо сыграли, я считаю. Они, может, не ожидали от нас такого напора. Ну и моменты не реализовываем, если честно. Три раза там один в ноль выходили и не забиваем. Бывает так, шайба не идет, даже хоть что-то и не делай. Ну вот забили, распечатали и все пошло. Я думаю, в тронтайме все нормально было. Просто Федя Старчиков не раскатался с первого периода. Ну вот сейчас вот покажем игру хорошую. Сказано, сделано. «Кристалл» устроил настоящий штурм ворот соперника. И под этим натиском Арктика сдалась. Вслед за первой шайбой последовала и вторая, и третья. Трибуны ликовали, но недолго. Наши ребята выиграли бой, но только не войну. 7-9 в пользу Арктики. Болельщики тут же дают оценку первой хоккейной встречи. Не хватает практики, не хватает опыта именно самого Фкейнова. Что мало турниров, мало выездов, мало соперников как таковых и так далее. Чего не хватает? Ну, наверное, тренерского наставления такого, ну, мужского. Чтобы прям мужики надо. Надо показать, что к нам в гости приехали, но по гостей. Не больше. Но победа наша. Мы пришли болеть за папу. Очень переживаем. И очень нравится игра. Хотим приучить ребенка тоже в хоккей. Пойти по стопам папы. Во второй день ночной лиги на льду встретились серебряные призеры прошлого сезона «Северная корона» и команда «Арктика». Эта игра была не менее острой и напряженной. В первом периоде ерсалинцы показали настоящий мужской характер. Но опыт и сыгранность соперников все-таки взяли верх над дебютантами. Во-первых, мы приехали, у нас маленькая коробка там. И сразу на такую площадку ребята привычные были там играть. Тут бегать больше места тяжело. У нас пол экипажа нашего нету. И смен мало. Я не могу не восхищаться людьми старшего поколения и самых маленьких. Когда ребенок 4 года становится на коньки, и представляете, с 4 лет они через всю жизнь пронесли эту любовь к хоккею. И теперь хоккей для них не просто игра, не просто увлечение. Хоккей – это их жизнь. И благодаря вот таким сильным мужчинам, которые занимаются, Ярцели, Мужи, Лабетнанги и другие малые поселения, там, где нет даже благоустроенных ледовых аренд, они показывают спортивный результат, спортивный азарт. А самое главное, они дают радость и уверенность людям. Эти три состязательных дня были по-настоящему горячими и азартными. Исход встреч непредсказуемым. На льду участники ночной лиги показали настоящий мужской характер. В финале встретились Лабетнанги-мужи. Но нашим ребятам отвоевать победу так и не удалось. Вся надежда на Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд. Это будет, уверили соперники, больше, чем игра. Светлана Кельникова, Снегир, программа «Время местное».